Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Празднования 158-летия Владивостока пройдут с 29 июня по 2 июля. В этот день рождения гостей и жителей города ждет немало сюрпризов. Впервые в столице Приморья выступят международные коллективы из Японии и Южной Кореи. Также на Центральной площади в уникальном всемирно известном шоу исполнят танго танцующие экскаваторы. А еще для вас споет хедлайнер праздника группа «Моя Мишель». И это, конечно, далеко не все. Приходите поздравить любимый Владивосток. Премьера в театре имени Максима Горького. Спектакль «Нора. Кукольный дом» по пьесе норвежского драматурга Генрика Ипсена, одного из самых популярных в мире. Режиссер Мортен Боргерсон, начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Что такое научная журналистика, как работать с научными фактами нескучно и как просто рассуждать о сложных вещах? Лекцию о научно-популярной журналистике в библиотеке «Бук» прочтет главный редактор научно-популярного журнала «Ход Шрёдингера» Григорий Тарасевич. Начало в 19.00, вход свободный. На концерт контраста органиста из Германии Торстена Медера приглашает Евангелическо-Лютеранская церковь Святого Павла. Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Грандиозный праздник выпускников «Крылья Востока» состоится на набережной Цесаревича. В зрелищном световом шоу в бухте Золотого Рога задействованы плавучий док дальзавода «Золотой мост» и учебное парусное судно «Паллада». Более 11 тысяч выпускников и их родителей попадут на площадку проведения праздника по именным пригласительным при предъявлении документа удостоверяющего личность. Фейерверк в честь праздника выпускников жители и гости Приморья смогут посмотреть со специальных площадок. Начало в 19.00. На марафонский заплыв «Амурский залив-2018» на водно-спортивной станции ЦСКА гостей и жителей Владивостока приглашает Краевая федерация подводного спорта. Начало в 9.00, вход свободный. История Владивостокской миллионки причудлива и полна загадок. Легенды о золоте Колчака, подземном городе эпохи государства Бахай и Золотой империи Джорджини – это таинственный мир лабиринтов и захватывающих историй. На экскурсию лабиринты китайской миллионки приглашает музей Арсеньева. Начало в 14.00, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Открытая встреча, обсуждение «Антропоморфная фантастика. Животные в литературе, кино, анимации» состоится в библиотеке «Бук». Начало в 18.30, вход свободный. Праздничная эстрадно-концертная программа к 158-летию города Владивостока состоится в филармонии. Начало в 18.00, стоимость билетов 500 рублей. А театр молодежи приглашает на феерию в двух действиях «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Это своеобразный гимн мечте всеобъемлющей любви и прощению. Начало в 19.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Касатки против Кобр. Матч по женскому американскому футболу среди команд Владивостока и Хабаровска пройдет на поле ДВФУ. Начало в 14.00, вход свободный. Спектакль «Солнышко и снежные человечки» для маленьких. Зрители о приключениях двух снеговичков, которые отправляются на поиски солнышка и помогают зверям пережить морозную зиму, дадут на сцене театра «Кукл». Начало в 12.00, стоимость билетов 270 рублей. Лекция проекта «Объяснение. Знаменитые литераторы во Владивостоке. Часть вторая» состоится в библиотеке «Бук». Гостей ждет также и праздничный спецвыпуск, посвященный зарождению Владивостока. Лектор проекта «Объяснение» Сергей Корнилов, краевед, член Общества изучения Амурского края, член Союза писателей России. Начало в 18.00, вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных и праздничных площадках Владивостока. Субтитры создавал DimaTorzok